Привет всем, кто смотрит это видео. Меня зовут Лилия. Я вам хочу показать, какие фишки я знаю по работе ВКонтакте. То есть, как раскрутить свою страничку и сделать ее такой интересной. И вообще, что можно с нее делать, чтобы привлечь как можно больше внимания разных людей. Давайте по порядку. Первое. Ваша страничка должна быть респектабельная. Если у вас плохие фотки, то на вашей страничке задерживаться никто не будет. Это раз. Что значит респектабельная? Прикольные фотки. Не обязательно профессиональные фотосессии, а хорошие качественные фотографии вас, вашей семьи и все, что вы делаете. Второе. У вас в ленте должно быть очень много разных-разных вещей. Это, например, я свою ленту сначала начинаю путешествия. Какие-то прикольные штучки, милые. Что-то интересненькое. Запись и картинка, чтобы привлекать внимание. Далее. Юмор, юмор. Опять с конференции фотки. Опять что-то написали интересненькое. Прикол. Холостой женился. Какие фотки стал отцом. То есть ванная по-разному выглядит. Далее. Для мамы написала сообщение. Опять фотки. Поздравления с праздниками какими-то, с мероприятиями. Опять нейтральные фотографии. Просто у вас в начале нет мероприятий каких-то. Берите мероприятия нашей команды. Фоточки себе берите. Добавляйте на свою страничку, чтобы в ленте было интересно. То есть человек пролистал ленту. Говорит, вау, прикольный человек. Тогда вы можете зайти на лидерские странички, посмотреть, что в лентах. Далее. Наверху всегда должна быть закреплена запись. То есть если пять дней прошло, страничка может уже быть рабочей. Закрепляйте запись по набору сотрудников. Здесь какой-то мотивационный призыв к действию. Ставьте плюсики в комментариях или пишите пятерочки. Вот пишут люди. Люди пишут. Тут 32 комментария. Далее. То есть страничку оформили. Аватарка классная стоит у вас. Далее. Как набирать друзей. За первые пять дней вы набирали пока из чатов или из групп добавляйся. Но самый классный метод, еще лучше, если вы зайдете ко мне на страничку, на основную, и добавите моих друзей. То есть вы открываете моих друзей, 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 выбираете вот этих людей и добавляете их себе в друзья. То есть обычно, когда человек видит, что его кто-то приглашает и есть общий друг, то уже не блочат, не удаляют спам. Но в худшем случае нажму просто оставить в подписчиках, что тоже неплохо. Итак, поехали. И что мы можем делать с основной странички. Вот она у нас есть. У вас тут должно быть уже где-то 30-40 друзей. Вы открываете, значит, своих друзей. Выбираете кого-то из них. Ну и уже, чтобы это были не из нашей команды, любого человека, открываете. Смотрите. У него есть 37 друзей. Да, это обычный человек. Нажимаем на его друзей. Выбираем женщин. Я обычно самый низ проматываю. Потому что внизу у этого человека, скорее всего, родственники, какие-нибудь друзья, близкие. То есть это пока не интернет-магазины какие-то или там люди, которые продвигают свои темы. Я открываю только женщин. Вот таким образом действую. Далее. Захожу на страничку. Ну, смотрю, это, скорее всего, прям ребенок. Ну, лайкнула, ушла. Не добавляю. Опять, нет ни одной записи, но 38 друзей. Ну, можно лайкнуть. Добавить. Онлайн заходил 16 октября. Ну, не часто, но заходит. Ладно, добавим. Следующий человек. Я быстренько смотрю ленту. Что-то лайкаю. Обязательно лайкаю. Фотку. Парочку. Нету реальных фоток. Добавила. Ушла. Следующую. Ленту глянула. Реальный человек. Давно, правда, была. Ну, заходит, значит. Нравится. Нравится. Добавила. Закрыла. Я всегда считаю, сколько я сделала. То есть, больше 20 за раз я не делаю. То есть, 15-20 друзей добавили, остальных вечером. То есть, или утром. То есть, чтобы у нас люди добавлялись не разом, а потихонечку, постепенно. Закрыли. Так. Лайкнули. Реальный человек. Хорошо. Закрыли. Открыли. То есть, вы поняли. Да, первое, что мы делаем, это добавляем друзей. Друзей, чтобы у нас как можно больше людей было общего круга, которые у нас не будут нас спамить. Первое. Запишите. 20 человек добавили. Возвращаемся на мою страницу. Теперь делаем таким образом. Вот здесь в поиске мы набираем, например, какое-то имя человека. Например, Анна на букву А. Вот здесь вот мы набираем выбор страны, Россия. Странички вы привязываете или к какому-то городу, или к имени. Ну, например, мы работаем с Саратовом. Далее. Проматываем самый низ, выставляем возраст, с кем мы будем работать. Я ставлю критерий. Обычно мы где-то 23 до 33-35. То есть, не слишком много. Женский. Сейчас на сайте галочку ставим. И в самом низу мы выбираем дополнительно кнопочку. Месяц рождения сейчас у нас с вами октябрь. Так, октябрь. И дата сегодняшняя, 18-я. То есть, мы открываем всех именинников. Ну, Саратов не очень большой город. Давайте не Саратов, а просто вся Россия. Вот. 208 человек по России с именем Анна. Мы делаем вот так. Смотрите. Нажимаем Анна. Открыть ссылку в новой вкладке. Открыть новые вкладки. Открыть новые вкладки. Так вот я открываю тоже много людей. Человек 30. Мы можем 20 сообщений отправить незнакомым людям. То есть, мы сейчас друзья не добавляем. Мы только смотрим в ленте писать нельзя. Мы ставим лайк. 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 И уходим к тому, что здесь отправить сообщение никак нельзя. Закрываем. Тут видим, можно отправить сообщение. В ленте писать нельзя. Ставим лайк. Можно пару лайков. И нажимаем написать сообщение. В сообщении мы только пишем. С днем рождения. И несколько смайликов. Копируем. Отправляем. Закрываем. То есть, раз поздравили. Следующего человека смотрим. Ставим лайк. Сообщение писать можно. Еще лайк. В ленте писать нельзя. Нам желательно, чтобы в ленте писать. Чтобы все видели. Но если нельзя, то в личку отправляем. Закрываем. Следующего. Проверяем, что за человек. Хороший человек. Ставим лайки. Написать сообщение. Отправляем. Ребята, и так мы делаем 20 раз. Если вот у нас сейчас не попался такой пример. Если человеку можно писать на стене, то лучше оставьте на стене сообщение. Мы можем 20 в личку, а на стене достаточно много. Но мало у кого стены открытые. Так, сделали второе действие. То есть, считайте. Мы добавили 20 друзей и отправили 20 поздравлялок. Лучше поздравлять с утра, чтобы люди в течение дня читали поздравления. Далее. Что мы еще делаем? Мы открываем новости. Новости. Желательно это делать не сразу, а открыть одну страничку и вторую. И часть делать на этой. Потом уйти, оставить ее в покое на 5 минут, пока на другой страничке. Вы, например, с днем рождения поздравляете. Это отдыхает. Потом возвращаетесь сюда. Открываете новости. Вот так. Нажимаете поиск. Внизу параметры поиска. И выбираете. Сейчас скажу вам, что надо выбрать. Прикрепление. И нажимаете на галочку. Выбираете без прикреплений. И вот тут наверху пишите. Ищу подработку. Так. Нажали интер. Вот. У нас выходят разные варианты. Кто ищет подработку или предлагает подработку. Тут повнимательнее. Смотрите. Тут приглашают поваров. Это нам не надо. Ищем с другом подработку. Школьники. Не подходят. Студентка 19 лет. Мы ставим лайк. Просто лайк. Не пишем. Ответить. Не нажимаем. Просто лайкнули. Да. Увидят. Она тем более пишет. Работа в интернете не предлагать. Но все равно ей будет интересно, кто лайкнул. Так. Работа. Будня. Нравится. Ищу подработку. Интернет не предлагать. Ну. Лайкнем. Пусть все равно. Вот тут можно писать комментарий. Смотрите, что мы делаем. Мы пишем. Есть работа. Пишите запрос в личку. Ставим смайлики какие-нибудь, чтобы было приметное сообщение наше. Я обычно денежки печатаю. Раз, два, три. И вот тут в начале красненькое что-то надо поставить. Красненькое, чтобы было прям в глаза бросалось. Вот телефончик. Ой, не туда поставила. Сейчас, секунду. Где наш телефончик? Так. Не могу его найти. Вот он. Опять не туда. Да что-то. Ну ладно. Не суть важна. Вот. Раз, два. Скопировали. Отправили. Двигаемся дальше. Опять подработку. Так. Вот тут можно в личку писать. Можно, в принципе, подписаться на человека. Комментарий оставляем. Дальше двигаемся. Работа. На-на-на. Это ищут. Варя. Это ищут кого-нибудь. Мы тут не лайкаем, но вписываем свое объявление. Так. Девушка. Интернет не интересует. Ну, все равно напишем. Так. Так. Ну, проходит больше 20 сообщений. Сильно не надо, как говорится, надрываться, чтобы вас забанили. Лучше по чуть-чуть делать. И тоже лучше с утра, когда вот их только выложили, вы сразу раз и там сразу пишите. И с разных страничек, то есть тут вся база всего контакта выходит. То есть вы, например, утром с одной странички пробежались, потом там уже появились новые комментарии, вы заходите в другой страничке, и отправится та же самая база. Вот. И вы просто берете и проходите в другой страничке. Уже обновление. То есть еще привлекаете внимание. Многие люди смотрят. И к вам будут обращаться. Парень, электрик. Так. Лайк. Поставили. Так. Это второе действие. То есть так проходите всю ленту. Дальше. Что еще можно сделать? Можно открывать группы. То есть вы открываете так группы. И вот тут вот пишется запрос. Например, работа в Москве. Вам открываются тут группы. Работа в Москве. Вы вот так их тоже открываете. Москва не очень хороший пример. Но вы главное, чтобы суть поняли сейчас, что можно делать. Открыли группу. Вы смотрите. Здесь можно предлагать новость. И вот по этим записям смотрите. Что новости выставляет только сам модератор. Администратор или модератор. То есть вашу новость вы тут предложите. Ее рассмотрят. Если захотят, то ее сюда добавят. Если нет, то не добавят. Понятно, да? То есть есть какие-то классные группы. Вот здесь тоже нельзя писать. Сейчас я поищу. Здесь тоже только они сами пишут. И здесь. Так, ну хоть один вариант. Вот, смотрите. Например, работа в Москве. Добавляйтесь. Мы вступаем. В группе много людей. Вот тут мы вставляем запись свою. Есть работа. Пишите запрос в личку. Отправляем. И наша запись появляется в ленте. Значит, человек увидит. Если ему интересно, что за работа, он перейдет на мою страничку. Полистает, посмотрит. Или в личку напишет, что вы за работу предлагаете. Можно также прикреплять картинки. Я сейчас покажу, как это делать. Но отправлять уже не буду. То есть вы вставляете текст свой. Больших текстов писать не надо. В принципе, люди сейчас такие мобильные. Им надо быстро все посмотреть. Открываем, например, ищем какую-то картинку. У меня они загружены в отдельной папке. Вот прямо написано «Картинки к объявлениям». Я сейчас их увеличу немножко, чтобы и вам было видно. То есть вот есть разные варианты картинок. Вы посматриваете, да, какая-нибудь, например, вот картинка. Раз, открыли. Или вот эта, например, работа дома. Работа в интернете для новичков. Ну, кстати, уже кто-то, видите, еще несколько человек поставили надо мной. Поэтому я сейчас отправлю. Оп. И смотрите, что получится. То есть будет уже привлекательнее, потому что тут и с денежками, и с компьютером написано «Работаю дома». Кому понравится, они сами к нам зайдут. То есть это второй вариант. В день можно по таким сообществам отправлять 50 сообщений. То есть рекламу разместить в 50 группах. Только будьте внимательны. Смотрите, где можно, где нельзя, потому что могут забанить. Нам это тоже не нужно терять странички. Будьте очень аккуратненькие. И помните такие правила. То есть пишем, мы только добавляем желательно друзей, друзей. Поздравляем с днем рождения людей, которые для нас не друзья. Мы привлекаем внимание. Далее мы через новости, через поиск, мы ищу подработку. Там оставляем свои рекламные предложения. И через группы мы находим сообщества разные. Можно мамочки в декрете, детки. Такие группы, где может быть наша целевая аудитория. По рукоделию, еще чем-то. И там тоже оставлять свою рекламу. Вот примерно. Самое главное, ребят, помните, что у вас в ленте должны быть постоянно новости появляться. Вот я сегодня зашла. Видите, 2 часа назад я поставила здесь новость. И так каждый день. То есть каждый день какую-то новость, какую-то новость. Фотографии сделали, выставили, что-то написали, похвалились. То есть ваша любая страничка рабочая должна быть как личная. То есть относитесь к каждой рабочей страничке как личной. Раскручивайте свой бренд. В принципе, все должно быть примерно одинаковое. Вот. Только помните правило, что одну и ту же фотку желательно не выставлять в один день. На всех страничках могут тоже удалить. Или переименовывайте папку. Сейчас покажу вам, как это делать. Вот, например, я добавила вот эту фотку сюда, на эту страничку. Немножко неудачный пример, потому что я ее не из папки брала. Но смотрите, то есть вы берете, вот если вы хотите что-то добавить, фотографию. Вы загрузили заранее, например, вот сюда, в эту папку. Папка называется «Картинки к объявлениям». То есть чтобы сейчас эту же фотку взять из этой папки в один день, то нужно сначала вот это вот переименовать. Например, «Картинки к объявлениям 1». Все, мы ее переименовали. Это уже для системы поисковой. Это уже другая папка, другой источник. И они уже, как говорится, за это не забанят. Если из одной папки на все странички в день там швырять все фотографии, то, да, система поисковая, там, модерация видит, что один и тот же источник, то есть один и тот же человек работает, и могут все странички заблокировать. Я вам желаю, чтобы ваши странички жили долго, приносили вам много-много классных, качественных партнеров. И потом помните, что пишем в личку по работе уже только тем людям, которые приняли дружбу. Тоже забыла эту фишку показать. То есть нажимаете «Друзья», и вот тут сбоку вы нажимаете «Новые друзья». Это те, кто совсем недавно приняли дружбу. Такие свеженькие. И вот прям им подряд открываете, написать сообщение. Не активировал страничку, странно. Написать сообщение. Далее нажимаю вот тут «Перейти к диалогу». Диалогу перешла. Я вижу, что мы раньше не переписывались. И вот тут вот я уже могу написать какой-то текст. Например, «Здравствуйте, спасибо, что добавились ко мне в друзья». То есть можете взять прямо из шаблончиков. Рада буду вам предложить что-то, что-то, да, где у нас шаблончики. Сейчас открою. «Шаблоны переписки». То есть я обычно отправляю самый простой шаблончик. Вот тут вот он у нас в шаблонах. Вот. «Здравствуйте, я всегда рада друзьям новым». Обязательно имя добавляем, чуть-чуть редактируем сообщение. Вот так вот. Тут у меня смайлики все скачут, куда хотят. Отправляем. То есть мы только тем людям, которые у нас добавились друзья. Ой, перепрыгнула. Следующего открываем. А, кстати, когда написали сообщение, можно тут вот отметить. То есть настроить списки и выбрать, например, кто этот человек вам. Ну, не коллеги, конечно. Ну, ладно, без настройки. Следующего открываем. Перейти к диалогу. То же самое. Раньше не писали. Опять пишем. «Здравствуйте, имя Юлия, смайлик». Опять он почему-то прыгает. Вот так. Отправили. То есть вот в этом заключается наша работа. Ребята, то есть активировали страничку, завели ее, оживили. Добавляем друзей, пишем им, то есть общаемся, поздравляем с днем рождения, с праздниками. Оживляем все время ленту, фоточками. Берем фотки командные и так далее, и так далее. То есть чтобы здесь было все очень, как говорится, интересно, фонтанировало, было деликатно. И было интересно для людей в первую очередь. Чтобы люди зашли и захотели остаться у вас. Договорились? Все. Спасибо за внимание. Успехов. С вами была Лилия.